Спаский-Петросян. Это партия из матча на первую Центр. Спаский быстро выиграл, как в начале боя штурса. Из матча на первую Центр. 69-го года. Спаский с Петросянов сыграли 2 матча на первую Центр. Первый матч Шваски выиграл, а второй матч Шваски выиграл и стал чемпионом мира. Вот эта партия из того матча 1969 года, где он выиграл, и это после эффекта победы было ясно, что он уже призыв к тому, что Шахмадемир получил нового чемпиона. Партия очень красивая, она тоже попала, конечно, во все энциклопедии, вечебники и так далее. Е4-C5, Е4-C5, это ход как вы не определяете? Сальянская защита. Дальше опять могут быть осветления, но здесь идут классические сальянские защиты. Кони F3, D6, D6, D4, Cd, C5-D4, Кони D4, Кони F6, Кони C3, A6. А7-A6, Сн4-C5, Кони F7, QD7. Черном» не хотел, чтобы белок не поднимет их коня, пешки, поэтому они подтягивают коня, Кони F7. Солнце 4, ферзь А5, ферзь Д2, А6, размену НФ6, слон попил НФ6, слон попил НФ6, слон попил, и конь попил НФ6. Теперь длинная регировка. Е6, ладья ЖЕ1, вот здесь считается, справочники рекомендуют Солнце 7, потом он ввели королеву тоже в длинную сторону, или как-то оборонился, но черный сыграй, черный сыграли слон Е7, это, по этому ошибка. Белые набили суперик атак, Е4, черные оперовали в королевую сторону, прямо под атакой белой фигуры, видите, туда все нацелились, и это, конечно, рискованное было решение. Белые отцепили слону НФ3, чтобы он нам не мешался, ладили Е8, ладили Е8. Белые готовые атаку напрягались, но пока свою позицию надежно защитили, чтобы не было никаких приятностей. Солнце 8, слон НФ8, слон НФ8, слон НФ8, Е7, вот сюда, вот. И здесь началась атака. Последний зерний код Ж4, то есть все на черного короля. Это связано с жертвой пешки, но если пешку не брать, то грозит в Ж5, а черный побилет. Пешка, ну, линия уже открылась, что, конечно, победили Белых, они сразу это линия заняли, перешли два, и здесь какие-то проблемы возникли в черном короле, а линия же могла быть неприятностей. Последовалось, ну, конь, нагоня на парень, он отступил, обратно на В6, предпочитал пешку, отступил, но за счет этой спешки Белые создали атаку, коню В6, и владяша Алина, еще вторую фигуру тяжелую, но пока даже 7, надо не грозить, но тем не менее, атака парень уже неприятная. Черные, ну, закончили раз, видите, Сонда, Семена, не Сонда не играла, не Ларя не играла, они закончили развитие, но белые, черные, черные, бешки, ну, не жаль, они там просто бросают двое, Ф5, все на королях, и партия очень быстро закончилась, черные перебываются, ступили, нет, кто-то еще до стол скроется, будет неприятностей, черные, а ступили королевские, не жаль, но после этого белые спасли, Белые жертвы пешку, освобождают по речи, Это решит дело Черные побили И здесь последует еще 1 мойский сот Конь И4, который еще Белые жертвы пешку, конь И4 Оставили коня по двое, но почему нельзя обидеть этого коня на линии четыре? А тогда нужно будет сликать ладьянки? Ладьянка зафиксил шерр, ладьянка зафиксил шерр. Вот эта линия шерр сыграла шерр. Поэтому надо что-то делать. Но грозит в то же время взять линии в шесть. Если ездил коллеги, то просто берется белая грудная шесть, не тянет коня и зафиксил его с ума. Поэтому черные отошли, если конем отступили, чтобы не было этого разведа, тогда белые втаргаются прямо в ладьянке. Был фиксирует шесть. Ну там-то было еще... Здесь последовало еда и конь же пять. Черные сдались. Потому что что делать? Если бить коня, то они бьют это в коне с шахом, а потом трое этот шах сюда, и любая надяя на третье линии, и там на третье линии. Здесь черный сдались 24-й фор. То есть это довольно редкий случай, когда Петросян, такой считается, защищался как лев, он проиграл в башню 24-й фор. И будет ясно, что Спаска в такой форме, что он становится чемпионером. Если здесь не бить на этого коня, на этого коня не бить ЕД, то можно будет, допустим, выиграть линейку в коне в четыре. Мы вернулись к этому моменту. Мы смотрели ход в гене, и тогда просто конь чемпион, который мы играли. А если конь в четыре, как выиграл самый простой? Нам просто Спаска собирался пожертвовать в 2000-й в качестве. Владимир в 2004, Ги-Ф. И теперь просто конь в три. И выясняется, что тут и конь Е-5, и масса других возможностей, и от них от всего этого не существует. Допустим, если конь в шесть, ну, там присущий еще конь, если села на дорогу задать, не объявлено следует Владимир в 2005. Если, скажем, в 2006, то конь Е-6. Это такое очень эффектное окончание, когда, если бить коня, то там матроси. Владимир в 2006, то ничего нельзя сделать. Владимир брать матроси, этого брать коня, фершер-8. Как не прийти, здесь все больше. И это всего в 2004 году. Вот такая партия была признана в 1969 году, но имеет значение, конечно, то, что еще и Спаска стал чемпионом мира в тот год. А вот в следующем году, тоже приз получил партия Спаска, он тогда был чемпионом мира. В 1972 году, если вы помните, думаю, не помните, но явно помню, кто проиграл Фишеру. И еще за два момента. Но вот эти два года, 70-й, 71-й, до матча с Фишером, он был непобедимый, выигрывал еще двое красивое партию. Субтитры сделал DimaTorzok